МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акцию «Наши дети» в Барановическом районе поддержал помощник президента инспектора Побреевской области Валерий Вакульчик. Согласно базе данных электронной очереди в службу «Одно окно» Барановического горисполкома обратилось 28 565 человек. Православный хор духовенства Барановического благочиния выступил перед зрителями. Праздничный концерт прошел 9 января, в день, когда православная церковь вспоминает священномущеника Степана. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Весты Барановичи». Предприятия нашего города в 2023 году нарастили объемы производства инновационной и импортозамещающей продукции. Об этом рассказал председатель Барановического горисполкома Михаил Баценко. Заметно увеличился удельный вес инновационных товаров в общем объеме. Например, станкостроительный завод в прошлом году изготовил станок загибки торцов наружных панелей. Это позволит повысить производственные мощности головного предприятия по выпуску холодильников и морозильников. Освоен выпуск медных эмалированных проводов круглого сечения, которые применяются в широком спектре бытовой техники, а также более 40 видов отливок. Автоагрегатный завод запустил производство 24 наименований инновационной продукции. Такое, как демпферы, амортизаторы, тяги, валы. Торкмаш в прошлом году поставил на конвейер угольный гриль, планетарные миксеры, машины перемешивания фарша. Завод станка принадлежностей продолжает расширять номенклатуру высокоточных механизированных патронов. Завод строительных деталей и конструкций приступил к производству окон из трехслойного бруса, обладающего повышенными эксплуатационными параметрами. В рамках акции «Наши дети» воспитанников детского дома семейного типа в Крошине с новогодними и рождественскими праздниками поздравили помощник президента, инспектор Побрейской области Валерий Вакульчик, глава Барановичского района Сергей Карпенко. Вместе с гостями к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Марафон добрых дел продолжается. Благотворительная акция «Наши дети» уверенно шагает по стране и дарит праздник юным белорусам. Волшебная пора объединяет всех взрослых. Цель одна – подрить радость тем, кто особенно нуждается в заботе. Поздравления и подарки принимали воспитанники детского дома семейного типа Якубович в агрогородке Крошин. Наталья Якубович воспитывает 10 детей, 8 из которых приемные. Дом 4 Якубовича открылся в 2014 году. Для ребят здесь созданы все условия для развития и учебы. Семья проживает в благоустроенном двухэтажном коттедже. У мальчишек и девчонок есть места для занятий, отдыха и игр. Дом Якубович – это настоящая семья, где любят и заботятся друг о друге. Вот и к приходу гостей они готовились вместе, наряжались, думали над подарками. Поздравить семью с наступающим Старым Новым Годом приехали помощник президента инспектора Побресской области Валерий Вакульчик, глава Барановичского района Сергей Карпенко и начальника дела по образованию райисполкома Светлана Цимбаленко и, конечно, Дед Мороза Снегурочкой. Приемные родители выполняют важную задачу – дают детям тепло домашнего очага, родительскую заботу и любовь. В новогодние праздники государство не оставляет эти семьи без внимания, отметил Валерий Вакульчик и вручил детскому дому семейного типа денежный сертификат и сладкие подарки, а Сергей Карпенко – посудомоечную машину. Для ребят добрые волшебники организовали веселую викторину. Мальчишки и девчонки играли, читали стихи, загадывали желания. Детвора, в свою очередь, также поздравила гостей с наступившими праздниками и вручила подарки. Акция «Наши дети» продлится до 15 января. Барановический горисполком разыгрывает пригласительные билеты от мэра города Михаила Баценко. Жителям предлагают пойти на выступление городского концертного оркестра «Рождественские звезды» в городском доме культуры. Мероприятие состоится 13 января в 16 часов. Чтобы испытать удачу и стать обладателем одного из двух пригласительных на две персоны, нужно выполнить условия розыгрыша, который проходит в инстаграм-аккаунтах Барановического горисполкома и главы города Михаила Баценко. Победитель будет выбран 12 января с помощью генератора случайных чисел. В целях совершенствования работы с населением в Республике Беларусь была создана служба «Одно окно». Согласно базе данных электронной очереди в одно окно Барановического горисполкома в 2023 году обратилось 28 565 граждан. С каждым годом перечень административных процедур, по которым можно обратиться в службу, расширяется. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что важнейшая задача государства – защита прав и законных интересов граждан, повышение качества их жизни. С решением этих задач успешно справляется служба «Одно окно», где оказание всех услуг на любом этапе работы осуществляется в одном месте – от подачи заявки до выдачи готового заказа. Прием заявлений, консультирование по административным процедурам, направление запросов и оформление пакета документов, необходимых для подготовки проектов решений, выдача справок из имеющихся баз данных, уведомления граждан и юрлиц о принятых решениях – все эти вопросы ложатся на плечи специалистов. С каждым годом перечень административных процедур, по которым можно обратиться в службу, расширяется. Сегодня прием документов ведется по 194 административным процедурам и по 17 вопросам, не относящимся к сфере осуществления административных процедур. Наиболее востребованные у жителей Барановичей процедуры в сфере труда и соцзащиты, архитектуры и строительства жилищных правоотношений. В основном это получение пособий, предоставление льготы, регистрация договора найма или аренды жилого помещения. Если говорить в цифрах, то в службу одно окно гурисполкома в прошлом году обратилось 28 565 человек, в 2022 – 23 717. Хотелось бы напомнить гражданам, что часть документов службы одно окно заказывает сама, чтобы человек не тратил время на избор. К примеру, справка о составе семьи и месте жительства из ЕРСЦ или справка из БТИ. Одно окно Барановического гурисполкома располагается по адресу Держинского, А3. Справочная информация населению предоставляется по короткому номеру 142. Президентом Республики Беларусь подписан указ, которым корректируется правило приема лица для получения общего высшего и среднего специального образования. Положение указа расширяют и систематизируют льготы для поступления мотивированных, одаренных и талантливых абитуриентов на более востребованное экономикой специальности и в региональные вузы, рассказал ректор Барановического государственного университета Александр Унцович. Важно, что новация, введенная в 2023 году, направленная на кадровое обеспечение и развитие регионов посредством поступления без экзаменов победителям региональных университетских олимпиад, в 2024 году расширена большим количеством специальностей и возможностью поступления без вступительных испытаний лицам, имеющим золотую, серебряную медаль или диплом о среднем, специальном или профессиональном техническом образовании с отличием в региональные вузы. Это позволит повысить привлекательность данной траектории поступления для абитуриентов и обеспечить регион целеустремленными, одаренными ребятами, успешными студентами, которые после окончания регионального университета отправятся работать на предприятии в организации родного города. Православный хор Духовенства Барановического благочиния выступил перед зрителями в городском Доме культуры. Праздничный концерт прошел 9 января. В день, когда Православная Церковь вспоминает священно-мученика Степана. В мероприятии принял участие архиерей, епископ Пинский и Лунинецкий Георгий. Православный хор Духовенства Барановического благочиния выступил перед зрителями 9 января. Мероприятие было приурочено к празднику Рождества Христова, Дню памяти апостола первомущеника и архидиакона Степана, а также в память о признапоминаемом архиепископе Пинском и Лунинецком Степане. Присутствующим обратился правящий архиерей епископ Пинский и Лунинецкий Георгий. Желаю всем вам, чтобы сердце каждого верующего человека преисполнилось вилой и божественной, которую Господь принес к нам на землю, чтобы радость этого великого события никогда не покидала вас, не ваша земная жизнь. Пусть наполнится дом радостью, пусть наша страна будет прославлять Бога Творца, единым милостом и единым сердцем, славить Бога и добрыми делами, свидетельствия о том, что мы его достойные ученики. Я выражаю слово благодарность организаторам, всем, кто предоставил это прекрасное место для того, чтобы мы разделили эту великую радость. В зале не было свободных мест. Зрители, слушая духовные песнопения, на время позабыли о своих земных тревогах. На душе стало легче и приятнее. Также присутствующим был презентован фильм о жизни высокопреосвященнейшего архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. К слову, именно с его благословения в 2017 году и был создан хор духовенства, а идея его организации принадлежала протеерею Александру Дичковскому. Сегодня репертуар включает духовные, народные и патриотические песни в составе коллектива священнослужители из храмов Барановичского региона. Также свои выступления во время праздничного концерта порадовали ребята, посещающие церковно-приходские школы города. Они читали стихи, исполняли песни, прославляющие Иисуса Христа. Кроме того, мальчишки и девчонки подготовили сценическую постановку, рассказывающую о Вифлеемской ночи. В большинстве промышленных городов Беларуси достаточно благополучная обстановка с качеством атмосферного воздуха. Об этом рассказали в Белгидромете. В 2023 году мониторинг атмосферного воздуха проводился в 19 промышленных городах Беларуси, включая областные центры, а также города Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Барановичи и Борисов. Для оценки состояния атмосферного воздуха результаты наблюдений сравниваются с гигиеническими нормативами, предельно допустимыми концентрациями, а также рассчитываются индексы качества атмосферного воздуха. Результаты свидетельствуют о достаточно благополучной картине атмосферного воздуха. Однако некоторые проблемы все же наблюдаются. В 2023 году качество атмосферного воздуха в населенных пунктах, где наблюдение проводится в непрерывном режиме, оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее или умеренное. Доля периодов с удовлетворительным, плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха была незначительна. Увеличение в основном связано с неблагоприятными метеоусловиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова